Всем доброго времени суток, с вами снова я, трак-драйвер Alex. Сегодня у нас 30 апреля, я приехал вчера с рейса, вот так вот я добирался, пару кадров можете посмотреть, погода была, дождик был, ну нормально, как бы уже весна у нас, снег сошел, гололеда нет, так что уже ехать нормально. О, кошка пришла, иди, наверное, отдыхай куда-то, ты мне мешаешь. Это наши домашние жители. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 по ответам на вопросы первый вопрос задает некий Макс почему все турфирмы в один голос говорят что это невозможно и что это нельзя сделать я не знаю почему так турфирмы говорят может быть они хотят чтобы вы от них зависели я не понимаю я рассказываю то что у меня происходит то что я делал то что другие ребята делают и это все возможно это все реально следующий вопрос задает Канат Узагбаев Екатерина Демидович Макс Пол одинаковых примерно вопросов то есть подскажите сколько денег и времени нужно для получения права также вопрос звучит в какой школе учился сколько стоит обучение сколько сколько нужно иметь денег с собой что я могу сказать на данный момент школа стоит самая дешевая школа по Торонто русскоязычная автошкола 5000 долларов плюс перелет я не знаю почем вы там найдете билеты у себя на родине и сколько будет стоить этот перелет это уже вам там прибавлять жилье стоит на месяц можно комнату снять за 500 долларов ну и еда 300-400 я думаю долларов вложитесь тоже в месяц это все канадские доллары то есть вот считайте если школа 5000 долларов плюс три месяца как минимум вам нужно будет жить в комнате то есть снимать комнату это полторы тысячи это уже 6,5 правильно и еда то есть 300 возьмем 300 долларов в месяц это 900 долларов на три месяца ну скажем так 1000 долларов еще плюс 6,5 и плюс 1000 7,5 то есть 7,5 тысяч долларов канадских это вам нужно как минимум иметь но лучше всего иметь больше чтобы был какой-то еще запас какая-то еще 1000-2 у вас лежала помимо этого потому что может быть экстремальные какие-то ситуации то есть не то что экстремальные а непредвиденные ситуации я это уже говорил в роликах то есть вы можете не с первого раза сдать экзамен на трак это все затянется еще неделя на две пока очередь дождетесь на следующий повторный экзамен вождение меду соответственно вы снимете комнату еще на месяц еще питание на месяц продлится и так далее то есть нужно рассчитывать я думаю рассчитывать не меньше 10 тысяч канадских долларов следующий вопрос звучит почему следующий вопрос звучит от Василий Данилюк почему выбрана автошкола в Торонто в Онтарио а не в другой любой провинции потому что Онтарио провинция именно Торонто дает вам водительские права сроком на 2 года с тем учетом что у вас туристическая виза всего на полгода если же вы будете учиться в другой любой провинции та провинция допустим скажем Манитоба там можно за 3,5 тысячи долларов выучиться но там дают права на полгода на срок действия вашей туристической визы то есть соответственно если вы ищете там в Манитобе себе работу и находите это хорошо вы там на месте поменяете права вам сделают рабочую визу на 2 года и вы поменяете права все без проблем но если вы приедете допустим в нашу провинцию а с правами Манитоба и у вас всего на полгода будут права могут не взять вас на работу потому что маленький срок ваших водительских прав но если даже и возьмут вам нужно получить рабочую визу поехать обратно в Манитобу к себе ну там где вы учились я имею в виду в ту провинцию поменять права на основании вашей рабочей визы на 2 года потом приехать обратно сюда же где вы будете где вы получили ЛМА где вы получили рабочую визу и здесь уже менять опять же права на 2 года то есть затраты времени перелета денег и получается если переезды туда обратно получатся затраты те же 5000 долларов еще один вопрос задает Василий Данилюк также брал ли машину в аренду то есть я так понимаю легковую машину брал ли в аренду перед сдачей на водительские права на легковой автомобиль нет не брал есть ребята которые берут ну я не брал я взял всего например пару уроков на легковой машине просто проехали по городу сориентировался как здесь можно поворачивать на зеленый свет налево на моргающий зеленый свет налево на красный свет направо и так далее и на красный свет прямо как можно ехать то есть сориентировался это все и начал сдавать вот это ну есть ребята которые берут перед этим просто катаются ну это затраты денег ну это сугубо Каждого индивидуально, как он чувствует себя Опять же Василий Данилюк задает вопрос Когда начал искать работу Он спрашивает это у Валентина Ну тут как вам объяснить Он подавал заявки в разные компании Но просто я уже подошел у нас к нашему рекруту В наш отдел кадров По русски говоря И объяснил к нашему директору Так сказать и объяснил Что человек хороший И просто как бы по рекомендации скажем так Но можно и самому искать В разные компании обращаться Ездить опять же таки Оставлять свои резюме Делать там роутесты И ждать пока какая-нибудь из компаний Вас возьмет Но я не думаю что Учась в автошколе Вы начнете искать работу То есть вы можете искать работу Но вряд ли на ваши предложения будут откликаться Пока вы не получите права На грузовик То есть когда вы получите права Вы тогда уже себя предлагаете Именно с водительскими уже правами Без права Ну что Я хочу у вас работать Ну хорошо Ты нам нравишься Ну придешь к нам Когда ты получишь права Вот такое Знаете Пришел А они говорят Да мы уже взяли Нам пока не нужно И такое бывает Еще один вопрос звучит Где жил И сколько стоит Я уже повторял Еще раз повторюсь Снимаешь комнату С автошколой Можно договориться Они посоветуют Где жить То есть 500 долларов Для одного человека Одна комната Туда входит Телевизор Душ Горячая холодная вода Кухня Так сказать И интернет То есть нормально Кровать И так далее Жить в принципе можно Найти жилье можно Следующий вопрос Уже звучит по работе Сколько километров Делаем мы за две недели Ну вот за неделю Я проезжаю В среднем Четыре с половиной Тысячи километров Что нужно знать За неделю За пять дней То есть Ну это неделя То есть два дня дома И поехала пять Семь дней получается Правильно Неделя За эти пять дней Я делаю Четыре с половиной До пяти тысяч километров По разному От четыре двести И до четыре восемьсот Скажем так То есть за две недели Соответственно Прибавляйте Умножайте На два И все Есть Компании Которые по разному Работают Есть компании Которые Выезжаете И две недели Именно в рейсе Можно и в нашей Компании Также работать Выезжаешь И две недели И месяц Кто один Кто не хочет возвращаться Он себе работает Делает Остановки Ну на 3-6 часов Делает остановки Где-то в Америке Или еще где-то Вот И дальше себя работает Ну у меня семья У некоторых Некоторые водителя Даже кто Один живет Ну в семье Еще не приехало То все равно Они хотят Работают понедельник Хотят по две Как договоришься Как тебе удобно Так и будешь делать И так и будешь И километраж Накручивать Но в среднем Я же говорю В неделю То есть в пять дней Четыре с половиной тысячи Километров Мы накручиваем Следующий вопрос Задает Константин Рзаев Не знаю Правильно Неправильно Говорю Только через Дальнобойщика Можно делать Рабочую визу Нет Друзья мои Рабочую визу Можно делать По любой профессии Лишь бы Работодатель Той профессии На какую Вы хотите делать Это может быть И Я не знаю И в банке Вы можете работать По рабочей визе Если вас возьмут туда И медсестрой И докторами И уборщиками И сантехниками Скажем так Но если у работодателя Есть рабочие визы И он делает Эти ЛМА Потом вы так же Едете на границу И меняете статус Туриста На рабочего Вот и все Это не только Тракеры Делают рабочую визу И так далее Любая профессия Следующий вопрос Задает Архангел Некий Архангел Я То есть Я Приехал в Канаду Я говорил Да С пяти тысячами долларов И он Как бы Спрашивает А разве можно С пяти тысячами долларов Приехать в Канаду И на это хватит Когда школа стоит Пять тысяч долларов На тот момент Когда я Приехал в Канаду В 2012 году Это было Автошкола стоила Две с половиной тысячи долларов Самый большой Курс обучения Сейчас Да Это пять тысяч долларов Сейчас конечно Все удваивается То есть Удвоилась автошкола Соответственно Удвоилась И растраты Так что Если бы я Приехал в данный момент С пяти тысячами Долларов То конечно Не хватило бы И я не думаю Что кому-то хватит Я уже сказал ранее Что Я думаю Как минимум Нужно Хотя бы десятка Ну Восемь Это так В натяжечку Еще такой вопрос Задают По поводу Кастоправа В машин Я так понимаю Механики Да На механиков Есть спрос Но По механике И сдать Там какие-то Тесты То есть Получить Лайсенс На механик От легковых Или грузовых Автомобилей Получить Так сказать Местные Уже Корочки То же самое То же самое Как вы Приезжаете И меняете Права С тех Прав Откуда вы Приехали На Права Канадские Так же и здесь Так же и по другой Любой профессии По врачам По медсестрам Сдаете язык И подтверждаете Свои корочки На английском языке И так далее Так же самое И обстоит Дело с механиком В первую очередь Язык нужно сдать Потом подтвердить Это все И работодатель Вас Возьмет Уже Когда у вас Будет На руках Лайсенс На то Что вы подтвердили Свою профессию Свою профессиональную Скажем так Пригодность Но механики Я слышал Пользуются спросом В больших городах Можно найти работу Без проблем Но главное Чтобы тот большой город Еще делал И миграцию То есть Как вы понимаете Для тракера Антарио Торонто Не делает иммиграцию Почему все едут В другие провинции Так же самое И по механикам Может Я не знаю Точно Просто Делает ли Антарио Торонто Иммиграцию Для механиков Или нет Это Ну Я не Не механик Я тракер То я Не знаю Информации О других профессиях Вот Примерно На эти вопросы Я хотел ответить Смотрите меня Подписывайтесь на меня Будет все у вас хорошо Если надумали Не останавливайтесь Все получится Все будет нормально Все берите себя С вами был я Трак драйвер Алекс До встречи Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok